Здравствуйте, дорогие наши читатели, наши дорогие зрители. Сегодня пятница, мы в эфире. На улице солнце, погода уже почти весенняя, и на улицах нашего города появились не подснежники, появились велосипедисты в большом-большом количестве после зимы, после такого сезона, хотя, наверное, в этом году велосипедисты были более активны зимой, чем обычно. И в гостях у нас Юрий Праздников, бессменный руководитель, создатель организации «Вело Одесса», велоактивист городской, всем известный. Будем говорить о велосипедистах, о том, комфортно ли им в нашем городе, и что делать для того, чтобы чувствовать себя безопасно на этом виде транспорта. Ведь велосипед – это же вид транспорта, да, и правильно наш поиск. Средства для передвижения. Средства передвижения, не роскошь, да, средства передвижения. Итак, Юрий, как вам, лично вам, комфортно ли в нашем городе передвигаться на велосипеде? Здравствуйте, Юлия. Отвечу однословно. НИТ. Я начал заниматься велоактивизмом, то есть в городе пытаться что-то поменять, как раз из-за того, что машин становилось с каждым годом все больше, условий для велосипедистов, для поездки на велосипеде, даже чтобы доехать до парка какого-то, до трассы здоровья, они становились более опаснее и невозможнее для, например, тех же самых девушек, для женщин, для детей. То есть вот я велосипедист очень долгое время, при этом я со своей дочерью, 11-летней, на велосипедах вдвоем не катаюсь по городу. Вообще не катаюсь, потому что нам некуда вместе вдвоем поехать, так как я переживаю за ее безопасность и поэтому мы выбрали самокаты и, как всегда, парков мы доезжаем на самокатах. Достаточно забавно, тоже два колеса крутятся. Сколько лет вы занимаетесь велоактивизмом, организация непосредственно? Ну, около 10, наверное, может, чуть больше, чуть меньше. За это время что-то изменилось? Вот к лучшему, к худшему? Ну, если смотреть глобально по Одессе, нет. А если смотреть по Украине, то интересные есть города, проекты, активисты, которые двигают велоинфраструктуру, заботятся о безопасности, развлечении велосипедистов. То есть есть классные... А что это за города такие? Ну, например, сейчас держат строй перед семьей, флаг несет велосипедный, мне кажется, от Львов, у которого у города уже построено около 70 километров. Услышите, да? 70 километров велодрог, может, даже уже больше, из 200 километров, которые запланировано построить еще в ближайшее время. Сколько в Одессе для сравнения километров? Ну, смотрите. Я считаю, что единственная велодрожка, которая есть в Одессе, которая более-менее отвечает стандартам, это велодрожка на Ольгиевской, которую построили в рамках проекта городское велокольцо, которое мы создали, придумали, нарисовали проект, убедили мэрию, выделили деньги. То есть создали проект, прошли полностью все процедуры и построили 700 метров велодороги с реконструкцией тротуаров на Ольгиевской, со столбиками антипарковочными. То есть этот проект, по-моему, около 20 миллионов стоил для города. Но я считаю, что это единственная велодрожка, которая есть в Одессе, так как она более-менее отвечает и правилам, и расположению. И она более-менее обозначена. Там есть и везде правильные пандусы, и пиктограммы, и даже через дороги сделаны единственные в городе пешеходные переходы, в том числе и для велосипедистов, чтобы велосипедисты могли не спешиваться при переходе через дорогу. Вообще, я считаю, что это правило очень старое, его нужно в целом отменять в ПДД, так как я не видел, я не знаю велосипедистов, которые через каждый перекресток спешиваются и переводят велосипед в руках. То есть это было бы, наверное, поездка не быстрее, чем пешком идти, поэтому это нелогично просто так двигаться. Вы сказали про эту велодорожку на Ольгиевской, что это был ваш совместный проект, и вы тогда добились у власти, чтобы ее все-таки включили, сделали. Но следом же вот был у нас ремонт, идет сейчас, еще там заканчивается улица Софиевская, спуска Преображенскую сделали. К сожалению, там нигде велодорожек мы не наблюдаем, хотя работы вот закончились вот буквально, уже после даже Ольгиевской они были завершены. То есть была возможность это сделать, почему нет? Объясню, потому что всего лишь несколько, может быть, год назад, может, чуть больше, вступил в норму норматив ДБН, который заставляет при реконструкции улицы туда включать все расходы на велодорожку. Но когда были запланированы эти реконструкции, эти ДБН еще не работали, это раз. Во-вторых, есть, прежде чем строить Ольгиевскую и вообще в целом что-то было начинать с велодорожками, нужно было, мы не просто взяли, заставили, построили, бросили. Все было чуть по-другому. Собрались активисты, которые начали диалог с городской властью, как же будет дальше происходить развитие велодвижения и велоинфраструктуры в Одессе. Потому что надо, Европа вся ездит, а мы же, типа, Южная Пульмира, вообще мизинец Европы, грубо говоря. И нам ответили, да, но нужно делать все законно. И депутат местный, по-моему, Николай Остапин, когда помог, лоббировал наши интересы в мэрии, и у нас получилось продвинуть велоконцепцию городскую. Она попала на исполком, попала на сессию, была поддержана большинством депутатов, и согласно этой концепции началась разработка велосипедных проектов. То есть это дало ход законный для того, чтобы собралась комиссия по, велокомиссия так называемая, которую официально организовал мэр. И она начала заседать, вот решать, что все-таки нужно делать. И тремя организациями на тот момент это был Вилла Одесса, Урбан Институт, это урбанисты Костя Емельянов и Антон Яроцкий. И потом еще подключился Вилловектор и Критическая масса. Вот эти организации, как бы, они помогали в создании проекта велосипедного кольца, был он придуман прежде всего. То есть это 7,5 километров велодорожки, которая кольцом идет по центру города, как раз через, проходя через институты, для того, чтобы студенты могли доезжать на велосипедах через всякие разные музеи и достопримечательностей, чтобы туристы могли по этому кольцу, например, целый день ехать и смотреть, видеть, заезжать, пробовать, смотреть, опять же, развлекаться. И городские жители, которые сейчас, ну, по идее, должны были в центре двигаться по этому велокольцу и попадать в любую часть центра безопасно по выделенной велодрожке, практически без помех, да? И плюс, после реализации этого проекта велокольца должна была начаться реализация постройки велодорожек с веломаршрутов уже, со спальных районов города, с Таирова, с поселка Котовского, с Ленпоселка, ну, и с фонтана, и выход с трассы здоровья. Так, и что в результате получается? Сделали 700 метров, а что дальше? Почему не продолжили все-таки вот Преображенскую? Сейчас вот реконструкция идет Бульвара Жванецкого, да, опять-таки? Бульвара Жванецкого должна быть, это милодорожка, да, но опять же из-за того, что сейчас Халлоймис с ювелирным заводом происходит, я думаю, что Бульвар Жванецкого в скором времени не откроется, как бы, и, ну, будем-будем посмотреть, что это будет, как бы, поэтому, там все огрожено, туда даже не пускают, чтобы нормально понять, да. А также город не выделяет ни денег, комиссия была, распущена 1 апреля, по-моему, то ли 16-го, то ли 17-го года распоряжением того же мэра, после этого больше никаких движений по строительству не происходит, был проект на 5 миллионов гривен, общественный бюджет, я даже не знаю, кто подавал. Вдоль Лездорской дороги, вы имеете в виду? Краснова, да. Я считаю, ну, я не считаю это велодорожкой, вообще смысл было это все делать, как бы. Плюс там что-то у нас есть на Черемушках, но там тоже, там на самом деле достаточно неплохо сделано, так как там очень большой тротуар, по-моему, 3 или 4 ряда деревьев больших, и там именно душевненько сделано, она тоже ведет ниоткуда в никуда, хотя рядом парк большой, парк Горького, да, и это одна из велодорожек, которой пользуются люди, которые живут там на Таирово, добираются, ну, можно тоже сказать, что она велодорожка, но опять же, у нас ни одна велодорожка не нанесена на карту города, то есть у нас их не существует законно. Это очень-очень странно. Кроме вот вас, вы сказали, что есть еще критическая масса, кто еще помогает вам? Была критическая масса, это была организация такая, даже не организация, это было сборище велосипедистов, которые как раз и заставили мэрию нас заметить. У нас на пике было, по-моему, 3,5 тысячи человек, когда мы поехали на поселок Котовского в июле 2015 года, и после этого начался прямой уже диалог с мэрией, потому что 3,5 тысячи людей на велосипедах 37 километров туда-обратно через весь город, ну, было заметно. Это заметно. Ну, вы собираетесь повторять такие акции, потому что, я так понимаю, что, знаете, тогда все это было на пике, все это произошло, все успокоились как-то, ну, и вот подумали, что, ну, вот нас власть заметила, будет теперь дальше, скажем так, продолжать нас замечать, а получается, что нет. Получается, что нет, я не знаю, почему диалога нет, ничего не происходит, мы то ли в оппозицию попали, то ли вообще нас не замечают, и стерли нас некоторые функционеры, которые были в этой комиссии, с которой мы продумывали, мечтали, делали, строили, контролировали, сейчас, проходя по мэрии, даже, даже не здороваются, просто отворачивают голову, я не знаю, что происходит, но ничего не происходит. Это очень странно, потому что, в принципе, у всех, у них тоже есть велосипеды, и все, в принципе, люди пользуются, это же нельзя сказать, что люди, которые ездят только на своих автомобилях, многие пользуются. Ну, покажите мне, чиновник, или депутата, который, хотя бы раз в неделю, пользуется велосипедами. Я не хочу рекламу делать, я вам говорю, что они как раз и делали себе такую рекламу, когда, когда это было модно, когда это было хайпово, тогда они, да, и на работу ездили на велосипеде иногда, и камеры звали, и все прочее, но видите, хайп прошел, видно, типа, может быть, вот, может быть, этот сериал, там, где я люблю свой велосипед, люблю свою собаку, это, может, как раз и отбил желание у людей ездить на велосипеде, не знаю, вот поменьше чиновников стало на велосипедах, вы знаете, я заметил. Ну, тогда, наверное, это уже ваша задача, как вот общественной организации, как-то эту моду вновь поднять, и как-то расшевелить все это движение. Скажите, вот, в тех условиях, которые есть сейчас у нас, как велосипедистам безопасно себя, вот, вести на улицах, что им необходимо при себе иметь, чтобы их замечали, потому что я знаю, что, ну, со стороны, самая большая проблема, это автомобилисты, да, для велосипедистов, или я не права? да, все пешеходы, потому что велосипед, по правилам не может ехать по тротуарам, да, но с другой стороны, автомобиль не имеет права парковаться с правой стороны, то есть, там полтора метра велосипедисты, получается, как ехать? Многие люди очень боятся ехать, особенно женщины, туристы, когда приезжают, у меня было много коллизий, когда приезжали англичане, приезжали голландцы, вот, даже в прошлом году был матч, лиги чемпионов, лиги Европы проходил, на стадионе, одесском, и приезжала команда из Голландии, не будем я делать рекламу, так вот, приехали около 30 болельщиков группы организованной и заказали у меня велотур по Одессе на несколько часов, и когда у их переводчика друга спросил, вы действительно хотите заказать велотур по Одессе для голландцев? Да, да, они очень любят велосипеды, они хотят проехать по Одессе и посмотреть, они очень любят велосипеды. Я говорю, ну они разве любят велосипеды просто в Одессе, понимаете, как бы, нет, нет, не переживайте, вот, большой заказ, я начал собирать велосипеды, это достаточно большое количество, чтобы найти прокат в Одессе еще и в определенное время. И ребята, получается, приехали в среду вечером, и в четверг с утра у них должна быть велоэкскурсия. Уже в среду вечера мне позвонили, извинились, сказали, что мы залог не будем забирать, извините, но мы отказываемся. Говорю, а что случилось? Они говорят, они ехали в машине с аэропорта, и видели, с аэровокзала, простите, и видели, что происходит по сторонам, спросили, а где у вас есть система велодорожек, по которой можно кататься, и когда водитель сказал, что их не существует, то они сразу сказали, что нет, это небезопасно, мы не будем. Конечно, нам еще играть надо было. Нет, это не играть, это болельщики, это болельщики, это болельщики, которые на пивке приехали, хотели пофаниться, поездить по Одессе, посмотреть красивые места и все прочее. Ну, иностранцы, да, не привыкли, но у наших, как говорится, нет других вариантов, если человек хочет передвигаться, то он садится на велосипед и передвигается. То есть, какие основные, и вот есть люди, которые, да, очень хотят, вот сейчас весна, тепло, самое время начинать выезды, массово покупаются велосипеды, я знаю, вот именно весной, вот какие, на что должен человек обратить внимание, без чего нельзя выезжать, правила дорожного движения, опять-таки, да, выучить. Для того, чтобы быть счастливым велосипедом, велосипедистом, надо жить в другой стране. Ну, извините, другой у нас нет, да, у нас есть то, что есть. Тогда давайте исходить, тогда давайте исходить из этого, да, кода. Хорошо, смотрите, правила дорожного движения обязательно нужно выучить, и это большая проблема в том, что правила дорожного движения не учат в школах, не для велосипедистов, не для пешеходов, то есть, дети на дорогах ведут себя очень часто неадекватно, бросаясь практически под машины, втыкая в телефон, общаясь друг с другом, идя в наушниках, то есть куча-куча-куча всяких разных моментов, и рисование пиктограмм на пешеходных переходах абсолютно не решает этот вопрос. Нужно заниматься просительской работой в школах с первых классов для того, чтобы объяснять, показывать, и для того, чтобы родители понимали, что даже если не получается купить одежду со светоотражающими, какими-то элементами, то их можно купить в любом магазине, нашить, наклеечки, наклеить, и это даст уже какой-то, ну, это не ангел-хранитель, но это, по крайней мере, световой отблеск, который уже виден в темноте, это раз. Во-вторых, велосипед всегда должен быть технически исправен, потому что скорость на велосипеде развивается, там, грубо говоря, от 10 километров в час и выше, да, и падать на скорости, даже на любой, на любую поверхность достаточно неприятно, и нужно уметь еще правильно группироваться, для того, чтобы из этой ситуации выбраться в целом, да, там, но велосипед должен быть технически рабочим, для того, чтобы, и надо делать обязательно ТО велосипеду, желательно два раза в года. А где это делается? Специальные станции? Веломагазины. В каждом веломагазине работает веломастер, который, в разные есть расценки, но в среднем это, там, вот 500 гривен идет ТО, полное ТО велосипеда, в зависимости, ну, не полное ТО, поверхностное, грубо говоря, того, чего тоже нужно делать, кстати, раз в полгода. Велосипед должен быть оборудован вечером, очень часто получается, что мы выезжаем утром или днем, но встретили там кого-то, заехали туда-то, еще что-то произошло, и возвращаемся вечером, то есть велосипед должен быть или с фонарем, или фонарь должен быть в рюкзаке, рюкзак, я считаю, в принципе, это всегда должно быть с велосипедистом, потому что там должна быть и вода, и небольшая аптечка, и желательно насос, и желательно запаска, так как мы ездим по ужасным дорогам, достаточно грязным тротуаром, и плывают проколы, то есть, натащить велосипед несколько километров, а то и больше, с пробитым колесом, знаете, радость не очень клевая, поэтому лучше уметь его запортировать, или хотя бы иметь чем, потому что есть такие велосипедисты, которые видят, что есть беда, они останавливаются, и спрашивают, чем помочь, или помогают тем, что у них есть, как бы, понимаете, я раньше, ну, в 2010 году, я со своим другом, которого уже нет, к сожалению, с Лешей Крецким, мы организовали первую велосипедную почту, в Одессе, она назвалась Байкн Ролл, и у нас был еще один вид услуг, это велодоктор, то есть, можно было вызвать нашего человека, который приезжал в офис, или на трассу здоровья, или где-то в городе, или домой, и чинил велосипед, для того, чтобы, минимально чинил, для того, чтобы он мог ехать, или доехать до дома, или до точки, там, направления, да, то есть, была даже такая какая-то услуга, то есть, целый велосипед, обычно мы показывали, что там свою жизнь и здоровье, и Lawло в зависимости от работы, благодаря и pacific kmsko, напрямую. и поэтому Ваши мобильные люди, это подняется взяла брелами в курины, вот эта вещь, в этих это ваших городах, приготовления map, как бы, еще только мы все остан backsideами и фары, но тем кто учится или неуверенно ездит на велосипеде и конечно лучше быть в шлеме хотя от всего не спасешься и лучше всего это быть внимательным на дороге не ловить гав правила дорожного движения соблюдать и быть еще раз внимательным по правилам если какие-то в одессе курсы специальные для велосипедистов или нужно идти просто на обычные курсы ну допустим не сдавать вождение да там есть велосипедные курсы до в 2015 году когда мы делали в зеленом театре велопорт проект такой был общественный с нами сотрудничала вела школа феникс находится на поселке котовского но инструктор александр он приезжает в центр и учит людей кататься то есть там где-то за 10 уроков в течение месяца грубо говоря человек нормально катается на велосипеде мои друзья некоторые там которые не умели скататься на велосипеде вот с помощью александра научились как бы гуглить я думаю что есть еще я вот давно не менее обращались по этому вопросу поэтому честно говоря не в курсе еще кто есть ну вот мы поговорили о том что творится в городе а вот по области дороге области опять-таки правда сегодня с утра была не очень приятная новость что сбили велосипедиста одного на именно в области я так понимаю что тоже не все очень хорошо ну смотрите дороги какие в области обычно это двухколосная дорога с небольшими обочинами которые чаще всего корявые грязные пыльные там да и все прочее по которым двигаются в том числе сельские жители которые пользуются велосипедами для того чтобы добраться там с точки а с точки б то есть он не может ехать все время через поля потому что там ужасная дорога ну то есть ее нету там фактически да то есть он движется по обочине и автомобили обычно что делают спешат то есть я не видел еще может и знаю там нескольких автомобилистов не спешащих но обычно все быстро ездят все куда-то спешат все пытаются как-то вывернуть подвернуть и все остальное поэтому происходит такая бедоси особенно в правом ряду поэтому большинство велосипедистов городе сейчас стараются ездить тротуарами в этом вся проблема на тротуарах у нас тоже автомобили потому что они там паркуются разворачиваются часто ездят объезжают пробки разгружаются все что хотят делают ну вот я почему спросила про область потому что опять таки в этом году выделены какие-то там довольно большие деньги да на ремонт трасс в области между поселками городами и вот опять таки по новым но вот db нам да все эти дороги должны быть оборудованы велодорожками но я так понимаю что я вернее не понимаю почему они и не появляются все-таки объясню потому что в области никто этим не занимается потому что это специалиста который просчитывал в в области в области в области в области например из всей одесской области я знаю одно более менее серьезное такое комьюнити велосипедное это ассоциация велосипедистов измаила рулит ними игорь сорвиров преподаватель школьный преподаватель который передвигался на велосипеде и его примером заражаются в оценки поддерживая их на велосипеде и на велосипеде есть в областном районе планирует в области с поддержкой и в области в области все-таки не то есть предпринимателей а также что вот эта часть наша жизнь какой-то и в области вот и еще в области у меня тоже или нет и это ты что ни в этом прошу не скоро что-то не новька кроме того как и в области вроде как 19 лет была такая большаяpunkt которая в городе библиотово может быть как «за», но движений никаких в принципе не идет, понимаете? То есть, например, по области, как это должно заработать? Должна собраться то ли комиссия при ОГА, то ли создать департамент отдельный, который будет заниматься этим, но только этим вопросом, мобильности, сталости, то есть, должны быть люди, которые соберутся и придумывают сначала глобально, как быть. Не просто «давайте вот строим трассу Одесса-Измаил и тут же будем пилить велодрожку». Нет, понимаете, так не делается, ну, я не согласен быть велосипедистом, который едет возле трассы и дышит выхлопными газами трассы национального значения или регионального или еще какого-то. Велодрожки должны проходить, как в Европе, они должны быть отдельно от трассы, но недалеко от трассы, для того, чтобы можно было… Есть такой проект, называется «Евровело». Там, я не знаю, сколько этих маршрутов, уже может больше десятка, но есть маршрут «Евровело-6», который начинается в Германии, там, где Дунай начинается фактически. И параллельно Дунаю эта белодрожка идет до Румынии. И в Румынии она заканчивается в двух местах – в Галации и в Констанции. Понимаете? То есть, с этих точек уже, даже, так скажу, Украина участвует в этом проекте «Евровело-6», так как эта велодорожка «Евровело-6» должна закончиться в Одессе. И там даже какое-то время была председателем этой комиссии Татьяна Маркова, это департамент культуры Одесски, да, там был проект «Дэниюб», как-то еще он назывался, вот я не помню два слова. И что-то произошло, эта велодрожка дальше не начала двигаться в область, потому что, я знаю, что произошло, потому что ничего не происходит, в области нету лоббиста, кто бы этим занимался. Сейчас открывается промная переправа на Орловке, это в области. Туда велосипедисты с Румынии могут, со всей Европы могут спокойно добираться и переправляться, а дальше они попадают в такой же трэш, как и одесские велосипедисты, то есть общая дорога общего пользования до Измаила, там километров, по-моему, 40 или 45, и все, и Йети. Ну и в Измаиле тоже, в принципе, ничего нету, а потом с Измаила тоже неизвестно, как куда добираться, то есть вот только какие-то фанатики могут с баулами передвигаться по каким-то вот таким чугирям и хащам, понимаете. Так не должно быть. Я был вот в Измаиле на Рождество, мы проводили встречу с Ассоциацией велосипедистов Измаила, и Игорь Сервиров рассказал мне о идее, что можно проложить велодорожку, там 30 с чем-то километров будет по погранзоне и пограничниками там общались. В принципе это все можно сделать для того, чтобы велодрожка шла по берегу Дуная до Измаила от Орловки. Для этого нужно выделить деньги и построить 30 с чем-то километров велодороги шириной, грубо говоря, 2,5-3 метра, без особой подкладки и там без особых затрат, чтобы там автомобили не двигались, там будут двигаться только велосипедисты, то есть никакой нагрузки там нету. То есть это можно просто все сделать и присоединить уже Измаил к части Евровелос-6. Измаил это очень хороший транспортный хаб в этом смысле. Там есть и ЖД вокзал, и автовокзал, и речной вокзал, и город… Аэропорт собираются строить. Аэропорт собираются строить. Да, абсолютно верно, то есть там движение автомобилистов, автомобилей по городу, как, наверное, в Одессе восьмидесятые до сих пор, вот я говорю, там просто вот машина проезжает, очень достаточно редко проезжают машины, то есть они ездят по центру города, но есть куча мест классных, где в Измаиле можно кататься и все прочее. Оттуда уже можно проложить велодорожку до Килии, до Вилково, потом через Дунайский биосферный заповедник выйти на Сасык, Сасык там уже начинается национальный как он заповедник… Тузловский. Тузловский лиман, да, потом уже Сергеевка и вот по морю, по морю аж до Одессы, то есть можно добраться. Шикарный маршрут, шикарный просто маршрут. Ну, я могу сказать только, что пытаться все равно нужно, что-то делать все равно нужно и вот я пожелаю вам в этом как раз удачи. Наше время подходит к концу и я просто, может быть, хочу еще раз у вас спросить по поводу, грубо говоря, как сказать, тусовки, чтобы до велосипедной. Если вот человек покупает сейчас велосипед, хочет влиться в это движение, кому, куда, где, где искать таких же вот людей, которые близки по духу, которые помогут как-то вот выжить в этом мире автомобилистов. Уважаемые друзья, я вас очень прошу, покупайте велосипеды только в специализированных магазинах. Почему? Потому что автомобили покупают в специализированных автомагазинах, сантехнику покупают там, где продается сантехника, правда? А на седьмом километре покупают джинсы, кроссовки и что-то еще. Я не против, чтобы там что-то продавалось, но там, по крайней мере, нет специалистов, которые будут это обслуживать, которые ставят на гарантию. Велосипеды попадаются иногда бракованные, то есть их тоже делают люди, и чаще всего китайские. Поэтому лучше всего покупать там, где его будут дальше обслуживать. Это очень важно, это раз, что еще? Ну вот, где сообщество, да, вот кому обращаться, где вас искать, как примкнуть, будут ли какие-то акции, может быть вот в ближайшее время такие мощные, велопокатушки там, я не знаю, или какие-то. Я открою маленький секрет, может на меня чуть-чуть убедятся другие организаторы, но окей. У нас есть в Одессе Новый Холомес, улица Ришельевская. Это дорога, по которой правую сторону освободили, и движется автотранспорт по выделенной полосе, и автомобили уже не могут эту полосу занимать. Так вот, на этой полосе непонятно, как двигаться велосипедистам. Потому что это полоса общественного транспорта, но она должна быть, как во всем мире есть, полоса совместного пользования общественного транспорта и велосипедистов. Потому что если на данный момент там велосипедист попадет в ДТП, да, то фактически будет он виноват в том, что это произошло. Если велосипедист будет двигаться по середине Ришельевска, вы знаете, там движение достаточно интенсивное, все пытаются вырваться из центра, ну из центра вырваться и часто виляют из ряда в ряд, как бы. То есть для велосипедистов там очень опасно. Поэтому велосипеды должны двигаться, как и везде, от бордюра, в полутора метрах от бордюра. И для этого нужно всего лишь, чтобы СМЭП, это городское предприятие, нанесло несколько пиктограмм на асфальте и поставило знаки, которые есть соответствующие в правилах, в том, что это полоса совместного пользования. Объявили об этом. То есть мы, Веловектор, общественная организация подавала запрос на городские власти, там отписались, что, мол, что-то будет сделано. Потом я лично общался и с департаментом транспорта, и депутат Лилия Леонидова на парадном совещании поднимал на этот вопрос. До сих пор ничего не происходит. Сегодня я ехал как раз по этой дороге. И видел, как велосипедист, один из велосипедистов двигался по правилам, но достаточно опасно. Я как раз выложу эту фотографию. И сегодня мы еще поднимем эту тему в соцсетях. Вот мы планируем акцию. Наверное, это будет все-таки уже опять критическая масса, которая должна собраться на этой полосе, на Ришельевской. И раз нас не хотят слышать по отдельности, значит, придется давить толпой. И тогда всех, кто хочет присоединиться, следите за анонсами общественной организации «Велодесса», общественной организации «Веловектор». Есть в фейсбуке страницы, там вы можете находить всю свежую информацию. Плюс это будет, скорее всего, анонсировано по всем СМИ. А нас поддерживают практически все, и интернет-издания, и телевизионные издания в городе. Поэтому да, весна приходит, нужно бороться за свои провалы. Абсолютно правы, Юрий. Вы все слышали, вы все видели. Это видео останется у нас на страничке, поэтому если вдруг какие-то у вас еще возникнут вопросы, если что-то нужно уточнить, какие-то контакты или что, обязательно пишите нам в комментариях. Илья, или Юрий, мы ответим. Оставайтесь с нами, с вами была «Детская жизнь», Юлия Сущенко, Юрий Праздников, до встречи. Спасибо, всем езда.